Друзья, приветствую вас всех и каждого. Если вы смотрели фильм «Крёстный отец», то наверняка помните, как маленький Вита Корлеоне прибывает в Америку и проходит не самый приятный осмотр в каком-то огромном зале. Действие происходит на острове Элис, которому посвящен Квотер, США и серии «Прекрасная Америка». Этот остров находится в устье Гудзона, примерно в одном километре от южного мыса Манхэттена. Изначально здесь была песчаная коса, на которой местные индейцы добывали устриц. Затем пришли колонисты и на косе стали вешать пиратов. Затем в Нью-Йорке стали рыть метро, а грунт сбрасывать сюда. Так и образовался остров площадью в 13 гектаров. В 1892 году здесь были построены первые деревянные корпусы таможни и иммиграционного контроля, которые через 5 лет сгорели, а в 1900 году было построено каменное здание, которое сохранилось до настоящего времени. С 1892 по 1954 год на острове находился пункт оформления документов для желающих въехать в США. На рубеже 19-20 века через остров Элис ежедневно проходило до 5000 человек, а 17 апреля 1907 года был установлен своеобразный рекорд – 12 704 человека. В настоящий момент предки почти 100 миллионов, а именно 40% населения Соединенных Штатов прошли через остров Элис. Это аверс монеты. Над ним работал Джон Фленнеген и Уильям Кузинс. В центре – портрет Джорджа Вашингтона. Под надписью «In God We Trust» буквенное обозначение монетного двора эмитента – P, D или S. Корабли с эмигрантами бросали якорь в гавне Нью-Йорка. Документы пассажиров первого и второго класса оформляли прямо на борту, после чего их перевозили в Нью-Йорк на пароме. Все остальные высаживались на остров Элис. Главный осмотр производился в большом зале, находившийся на втором этаже. В среднем эмигрант проводил на острове от 3 до 5 часов. Подъем на второй этаж по широкой лестнице еще называли 6-секундным осмотром. За это время медицинские работники, внимательно наблюдавшие за эмигрантом, отсеивали тех, кто привлек их внимание. Смотр и сортировка продолжалась в большом зале. Тех, кого забраковали, метили мелом прямо на одежде. Большая латинская I означала глазные болезни, L – хромоту, H – недостаточное умственное развитие. Из большого зала вели три лестницы. По левому маршу шли те, кто хотел купить билет в любую точку США. По правому – те, кто собирался переправиться в Манхэттен. По среднему – те, кого забраковали. В годы массовой эмиграции около 20% из новоприбывших задерживались, а затем отправлялись обратно. Это были больные, политически нежелательные или обременительные для американского общества люди. В настоящее время на острове Элис на площади 9300 квадратных метров создан музей, посвященный эмиграции в США в целом. Здесь собраны 2000 экспонатов, 1500 фотографий, аудио, видеозаписи, воспоминания очевидцев. О последствии будет создан генеалогический фонд, в котором каждый из учителей США сможет проследить свою родословную. На реверсе монеты – очекание на семья эмигрантов и здание больницы, которые видны на заднем плане. Характеристика монеты. Номинал – 25 центов. Страна имитент США. Материал – медно-никельный сплав. Диаметр – 24,26 мм. Вес – 5,67 грамм. Тираж – 254 миллиона. Гурт рубчатый. Над реверсом монеты работала скульптор Фиби Хэмфилл.